В своих прошлых видео я много рассказывал о достопримечательностях Великобритании. Были в нашем списке и Букингемский дворец, и Эдинбургский замок, и даже башня Уильяма Уоллеса, того, что был сыгран Мелом Гибсоном в фильме «Храброе сердце». Как? Вы не знали, что это был реальный персонаж? Ну а о том, что вокзал из книг и фильмов о Гарри Поттере действительно существует, вы ведь знали? А знали, почему писательница Джон Роулинг выбрала именно его? А что тот самый известный «Восточный экспресс», о котором писала Агата Кристи, тоже существует и проходит через Лондон? Допустим, мы приехали в Великобританию и хотим отправиться в путь. Что нам делать? Конечно, отправляться на вокзал. Но особенно интересно отправиться на лондонский вокзал тогда, когда знаешь, что он сыграл какую-то важную роль в истории. Об истории лондонских вокзалов мы и поговорим в этом выпуске. Юстон. Первый международный вокзал и одноименная станция были открыты в 1837 году с целью связать столицу Англии с Бирмингемом. Название вокзал получил от Юстон-Холл, поместье герцогов Графтон, они же графы Юстон, в Сафолке. Семья обладала данной землей в XIX веке. Над первым зданием вокзала работали архитектор Филипп Хартвик и руководители строительства Джордж и Роберт Стефенсены, отец и сын. Сперва здание было выполнено в классическом стиле. Отличительной чертой здания была арка над входом, которая являлась символом ворот на север. Ведь именно отсюда можно добраться до западного Мидленда, северо-западной Англии, северного Уэльса и Шотландии. К сожалению, арка не сохранилась. В начале XX века станция была перегружена, поэтому необходимо было ее реконструировать и расширить. Реконструкция была отложена во время Второй мировой войны. Вернулись к строительству в 1960-х годах. И так как не удавалось никаким образом расширить вокзал, было принято решение сделать это за счет той самой арки. Новое здание вокзала, известное нам по сей день, было открыто Елизаветой II в 1968 году. Виктория находится недалеко от улицы Виктория-стрит, откуда и пошло название. Ранее вокзал был самым большим в городе и потому считался главным. Сейчас отсюда можно отправиться на Рэмсгетт, Дувер, Брайтон, Портсмут, Саутгемптон, а также до аэропорта Гатвик на экспресс-поезде. Именно с этого вокзала Агата Кристи отправлялась в путешествие на знаменитом Восточном экспрессе. Впечатления от общения с пассажирами которого и легли в основу ее всемирно известного детективного романа «Убийство в Восточном экспрессе». Восточный экспресс существует и сегодня, разве что на смену оригинальному поезду пришел современный. Курсирует он по будням из Лондона в Венецию. Сам вокзал открыли в 1860 году, но он быстро оказался перегруженным. И к нему постоянно добавляли платформы и терминалы, а также перестраивали и непосредственно само здание. Над строительством вокзала работали четыре разных архитектора. Чарльз Морган спроектировал основной фасад и центральный вход, выполненный в адвардианском стиле. Остальные части здания представляют собой итальянские колонны и французские крыши эпохи Возрождения – Паддингтон. Название вокзал получил благодаря одноименному району неподалеку. Паддингтон – аглосанкционское название и дословно переводится как «Деревня Падды». Однако, кем являлся Падда, не знает никто. Отсюда поезда ездят на запад страны, в Бад, Бристоль, Уэльс, а также в аэропорт Хитроу. Паддингтон – один из старейших действующих вокзалов в мире. Именно этот вокзал стал пунктом назначения в самом первом железнодорожном турне королевы Виктории. Сама королева очень боялась поездов и железной дороги, но отправилась в поездку для того, чтобы показать пример нации и дать им понять, что она рада новым техническим открытиям и инновациям. В 1842 году Ее Величество отправилось в Лондон со станции Уиндзеркасл и настолько впечатлилась поездкой, что стала постоянно ездить из Уиндзера в Лондон и обратно. В свое время вокзал заполучил популярность благодаря детской книжке о медвежонке, которого также звали Паддингтон. Автор сказки – Майкл Бонд – решил написать историю о нем, когда нашел в одном из магазинов недалеко от вокзала одиноко стоящего плюшевого медвежонка. Дело было в сочельник, и Бонд купил медвежонка в подарок для своей жены. Сейчас на платформе номер один под часами можно увидеть бронзовую статую медвежонка. Ватерлоу – самый крупный и самый загруженный вокзал страны. Начал свою работу в 1848 году, а современный свой вид со стеклянными сводами он приобрел в 1900-1922 годах. За 10 лет до появления станции и вокзала здесь находилась станция Девять Вязов, которая связывала Лондон и Саутгемптон. Но как раз из-за того, что станция не исправлялась с пассажиропотоком, и был построен вокзал Ватерлоу. При этом старый вокзал какое-то время еще функционировал, но исключительно для частных поездок к Орлеву Виктории. На сегодняшний день здесь пересекаются также четыре линии метро – Ватерлоуэн Сити Лайн, Бакерлоу, Норрен Лайн и Джубили Лайн. В 60-х годах 20-го века в здании вокзала находился кинотеатр, куда могли прийти пассажиры, у которых было много времени до посадки. Самым популярным здесь был фильм с Вивьен Ли «Мост Ватерлоу». Сейчас же пассажиры вокзала также могут весело скоротать время и посмотреть на выступления уличных музыкантов, певцов и актеров. Чарлинг Рос находится в центре города на пересечении улиц Стрэнд, Уайтхол и Коксфорд-стрит. Название появилось от креста, который был установлен в конце XIII века королем Эдуардом I в качестве памятника своей жене Элеоноре Кастильской. Через какое-то время на месте креста появился памятник Чарльзу I. Отсюда начинают отсчет все дороги и пути. Это нулевой километр, хотя ранее здесь находилось место, пользующееся дурной славой. Называли его позорным местом и приводили сюда нехороших работников, чтобы публично наказать. Здание вокзального комплекса было спроектировано Джоном Хокшоу. Оно имело арочную крышу, которая покрывала шесть платформ. Крыша была заменена после инцидента в 1905 году. Тогда часть перекрытия вокзала обрушилась и балки упали на четыре поезда, перекрыв движение. Крышу решили не ремонтировать, а создать новую, поскольку старая могла быть довольно опасной. Сент-Панкрас. Название вокзал получил в честь церкви Святого Панкраса неподалеку. С этого вокзала можно доехать до Парижа и Брюсселя. Также он связывает Лондон и города из Мидлендс. Дерби, Ноттингем, Лестер. Станция и вокзал были возведены в 60-е годы 19 века. Самая популярная его часть – крыша. Когда вокзал был только построен, его стеклянная крыша была самой большой в мире. Когда стало ясно, что зданию необходим ремонт, было решено, что проще отстроить все заново, чем ремонтировать то, что есть. Тогда над зданием начал работать сэр Джон Беджиман, который являлся основателем викторианского сообщества, а также преданным фанатом архитектуры викторианского стиля. Он же в итоге и уговорил власти не сносить здание. Сегодня в зале ожидания вокзала можно увидеть статую мужчины, который придерживает шляпу и смотрит на стеклянную крышу. Это и есть тот самый Беджиман. Здесь также находится памятник влюбленным, который называют местом встречи. Именно здесь назначают свидание молодые люди своим прекрасным дамам. Кингс Кросс. Поклонникам книг и фильмов о Гарри Поттере особое представление вокзала не нужно. Ведь мальчик, который выжил, начал свое путешествие в Хогвартс здесь, нырнув в колонну между платформами 9 и 10 и оказавшись на платформе 9 и 3 четверти. Однако, если вы решите найти магическую платформу сейчас, то между 9 и 10 ее нет. Ту самую тележку с чемоданами, которая въезжает в кирпичную стену, сделали между 4 и 5 платформами. Джон Роллинг выбрала этот вокзал для своих книг не случайно. В поезде, который шел отсюда в Шотландию, познакомились ее родители. Изначально здание строилось к открытию первой всемирной выставки 1852 года в Гайдпарке. Так как проект был серьезным, здание было построено из стекла и бетона в строгом и лаконичном стиле. Когда-то это была самая большая станция Лондона с двумя платформами, которые сейчас носят номер 1 и 8. А то, что находится между ними, раньше было подъездными путями. С вокзала Кейнс Кросс можно доехать до Шотландии, также в северную и восточную части страны. Лично я неоднократно бывал на этой станции, когда отправлялся в путешествие по Великобритании. И вы можете увидеть Кейнс Кросс в моих предыдущих выпусках. Друзья, я надеюсь вам понравился этот выпуск и если это так, то поставьте ролику лайк. Не забывайте заходить на мой второй канал с Maps Education, где я рассказываю о зарубежных учебных заведениях и учебе в разных странах мира. И конечно, пишите в комментариях, если вам посчастливилось однажды увидеть своими глазами какой-то из перечисленных вокзалов. Или какой-то другой, который также заслуживает внимания.